Путник Историю Ведь да Что ж, с меня старика взять-то Только байки травить-то я и умею Да постояльцев томатным супом кормить Потому располагайся поудобнее Никого не обижай Иначе наш высший балогном Живо разберется с теми, кто устраивает непотребства Я же присяду поближе к вам Чтоб вы лучше меня слышали И начну свою историю Как то ведомо нам Из древних преданий Следобытское искусство Эдайн Берет свое начало еще в первую эпоху Уже явившись в Белериант Были они умелыми охотниками А сделавшись учениками эльфов Весьма преуспели в лесной науке Ибо рассказано В Ле О Лейтян Что Барахир вместе со своими родичами И вассалами Изгнанником в лесах блуждал То в жестоком вереске таясь То находя приют у скал Что же до сына Барахира Берена То вот что рассказано о нем Быстрейший из людей земных В болоте легок В чаще тих Как эльф Прекрасно зная лес Ушел И след его исчез Его друзьями в трудный час Следопытов первой эпохи прервалась Ибо не имелось на острове Ни глухих чашь, ни хищников Однако знание леса Было у Дунедайн в почете Традиция следопытов Средиземья Берет новое начало Во времена регионской войны Когда Дунедайн и эльфам Потребовались умелые разведчики Знающие лес Ведь прежде Дунедайн не часто Обращали взор на чаще Средиземья Предания утверждают Что первый отряд следопытов Появился во время регионской войны В Виньялонде Новой гавани Тар-Алдариона И потому после войны Была основана школа следопытов Следопыты были частью королевской армии Им надлежало хорошо знать лес Ибо Эндор в те времена Был почти весь покрыт лесами Уметь долго жить в них Без поддержки извне Действуя обдуманно и осторожно И владеть разного рода оружием Помимо всего Они должны были умело Собирать нужные данные И в случае надобности Умело ввести противника в заблуждение Следопыты, как правило Либо выполняли обязанности Полевой разведки Либо по одному Либо по двое Путешествовали за пределы Обжитых номинорцами земель Дабы ведать Что происходит в глубине материка Были созданы многочисленные Тайные убежища Вокруг всех номинорских колоний Сети тайных убежищ Откуда непрерывно Велось наблюдение Все сие заметно подняло Неуязвимость номинорцев Ибо главы колонии Всегда получали сведения О готовящемся нападении заранее И были готовы К его отражению Отсюда слухи Что ходили среди жителей Эндера Например О волшебном зеркале Которое, будучи из вояна Из волшебного стекла Показывало королю все Что тот желал видеть И многое другое И хотя росказни те были суеверием Но и полезное сотворили они Нападения, чинимые дикими народами Жившими на берегах Великого океана Сделались редкостью А местами и вовсе прекратились Следопытам второй эпохи Приписывают навыки и умения Каковые они посвященные Назвал бы волшебством Одной из причин По-видимому является то Что частью следопытской традиции Стала традиция Друэтайн Говорится, что следопыты Умели понимать язык птиц и зверей Слышали, как растет трава Осанве Было их профессиональным навыком И среди них было немало тех Кто умел исцелять раны наложением рук Ныне, да, увы Лишь в королевском роду Передается эта сила С тех же времен Берут свое начало Многие традиции следопытов Сохранившиеся и по сей день Например, Эпэссе Поступив на службу Следопыт получал Или брал сам себе Рабочее имя Оно же Эпэссе Которое, как правило Знал только их командир Или же ближайшие соратники Только оно всегда и использовалось В их работе Также у каждого следопыта Был свой условный знак Тэнгва Или руна Или рисунок Который использовался в качестве Опознавательного Здесь же упомянем о традиции Тайного языка У следопытов Имелась известная им одним Система знаков и символов Для того, чтобы оставлять сообщения К примеру Оставленный у дороги Разведчиком Следопытом Листик Особым образом Наколот и нашиб Означал Впереди засада Или обмениваться сведениями С помощью немого языка К примеру Сидя в засаде Все эти традиции Хотя и в измененной форме Сохраняются и по сей день И на севере И на юге Поскольку большинство следопытов Во все времена были из верных Живших на севере срединных земель То после Калабет И основания королевств изгнанников Они служили Элендилю И его сыновьям Согласно древним документам Именно из следопытов Была сформирована Разведка Гондора Сыгравшая немалую роль В войне последнего союза Традиции нуменорских следопытов Продолжили и хорнорские И гондорские потомки Следопыты в Арноре и Гондоре Изначально почти не отличались По роду занятий и подготовки Только потом К концу второго тысячелетия В силу исторических причин Они стали менее схожи Друг с другом, чем раньше Но многое осталось одинаковым В основном Их делом являлась разведка И действия в тылу врага Однако вышло так Что по причине разгрома Северного королевства В Арнорских землях Сохранилась лишь традиция Одиночного странничества Что же до Гондора То здесь по причине войн Которые постоянно велись на границах королевства Во второй половине третьей эпохи Следопыты были объединены в отдельные отряды Которые зачастую действовали на захваченной врагом территории В общем, если так можно выразиться На севере сохранилась Береновская традиция Которую поддерживали потомки Берена Вожди Дунедайн А на юге Барахировская Тут же можно сказать Что самым прославленным из следопытов юга Был Ворундиль Прозванный Охотником Второй правящий наместник Гондора В юности он исходил всей земли Вплоть до моря Ру Где охотился на диких быков Оромэ Из бычьего рога он велел сделать великий рог Который с той поры передавался в роду наместников От отца к старшему сыну Вплоть до Барамира Да, того самого из девяти путников И судьба, я думаю, этого рога Вам, увы, какой бы она ни была печальной Но вам известно На этом же все, мой дорогой друг Надеюсь, эта история о незапамятных временах Пришлась тебе по душе И потому ты не пожадничаешь Всего одной монетой для старого трактирщика Бросай свою монетку На которой нарисован палец вверх А еще лучше будет Если и друзьям расскажешь О нашем славненьком заведении Заранее благодарен тебе Субтитры создавал DimaTorzok Теперь же можешь послушать Вот, например, эту историю Она очень даже хороша Или же, да, вот эту Она, да, тоже очень хорошая А посерединке это у нас что? Да это же кнопка, чтобы подписаться на канал Советую ее нажать поскорее Если ты еще не подписан Хорошего тебе дня, мой дорогой друг Рук Субтитры создавал DimaTorzok